добрый день дорогие друзья приветствуем вас на канале русский рим вы смотрите цикл программ под названием русский рим лица это интервью с героями культурного фестиваля лауреатами фестиваля удивительными талантливыми гениальными людьми которые популяризируют русскую культуру по всему миру они живут в самых разных странах бразилии в индии в сша во франции в германии в россии и всех их объединять любовь к русской культуре к русскому языку к русской литературе сегодняшний наш герой джулиан ловенфельд американский поэт драматург переводчик он лауреат культурного фестиваля русский рим в номинации за переводческую деятельность американские читатели знают творчество пушкина по переводам джулиану лаенфельда столько тепла столько любви и столько юмора вот эта черта она тоже должна быть показана и вот это есть может быть самая сильная мягкая сила россии я бы хотел ее конечно передать видимо это то ли выпало немножко мне русская культура джулиана в крови его прадедушка переводил толстого а в их доме в берлине жили набоковы удивительный человек с энциклопедическими знаниями абсолютно покоренной русской литературой искренней горящий очень интересный собеседник но собственно сейчас сами видите если мы говорим о русской культуре мы говорим о любви для меня и определить возникновение любви весьма сложная вещь то есть и вниз и не точно скажешь вот с этой минутой она есть а до этого ничего не было потому что даже до того как я начал учить русский язык все-таки мой прадедушка он был приводчиком льва николаевича толстого с русского на немецкий по моему и тургенева он был основателем шиллеровского театра в берлине он дружил с мировичем танченко он гостил с шиллеровским театром по россии и принимал мхат с книпром так далее в берлине после революции набоков и снимали комнаты у него дома я не знаю существует ли гены для любви к россии но мне кажется какая-то может быть есть гена для восприимчивости для душевности вот это я надеюсь что то у меня и у наследование у великого прадеда в детстве я бегал по дому нашему и вижу эти странные книги на кириллице и не могу их прочесть и мне было интересно я еще помню в детстве мы ходили с папой на мне кажется на чайку или на три сестры и это в лондоне было мой папа очень любил театр меня водил узнал что я люблю такой подарок сделал поехали мы вдвоем в англию просто неделю посещали все эти великолепные театры и смотрели лучших традициях старого британского театра вот эти чудесные постановки там наташи ричардсон и гилгут и ванесса рэдгрейв и просто чудесно было и и и и что-то такое чувствовалось что откуда ёкнуло это всегда было но надо потом сказать что была холодная война не хочется вспоминать на вспоминаю так репетиции уроки гражданской обороны что делать случае советского нападения на бронгс папа адвокат дедушка адвокат дядя адвокат сестра адвокат все судебные адвокаты очень серьезные адвокаты должен признаться и я конечно куда же мне деться я тоже стал судебным юристом от того что мне не хотелось спорить 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 с побыли невозможно никогда у меня выбора не было между юриспруденции и поэзии просто сказали так ибо спать под мостом либо стать юристом я так и стал судебным юристом чтобы не спорить при этом я скажу защиту своей профессии юридической что там есть тоже своя поэзия восстановление справедливости в исправлении так сказать судьбы что-то такое есть и не даром очень многие поэты были юристами гейны йота и курсовой руководитель у меня был ричард пайпс прямо советник рейгана по нацбезопасности это советник президента очень строгий антисоветчик это в гарварде то есть ничего хорошего про россию он естественно не рассказывал нам но это кажется был второй курс городского университета да я ходил я опаздывал такая была а без такой обязательный предмет был эктен экономика почему десятый курс не знаю потому что это был первоначальный курс по экономике тоже какой-то советник рейгана профессор фельдштейн и он читал это таким гнусавым высоким тенором прямо меня усыплял я очень неохотно ходил на эти лекции это был обязательный предмет я я обычно любил прям пробираться на галерку смотреть через там такие были чудесные витражи старых добрых отцов-основателей новой англии и когда солнце и прямо на витраж то можно там прямо размечтаться и забыть все что там рассказывают ну вот я спешил и вдруг у ворот городского университета кто-то бренчал песенку а я тогда не знал русского языка поэтому когда я услышал эту песенку я подошел к гитаристу и спросил what language is that что-то язык а не очень хорошо знающий английскими отвечает только русский а песня была молитва франсуа виона была такой джак у пока земля еще вертится пока еще ярок свет что-то запал в душу и я понял что мне необходимо выучить русский язык вот такой вот зов души и это было нелегко потому что второй уже курс и как-то то надо чтобы совпадало с обязательными предметами для юрфака я настоял все получилось надо еще сказать что и так был синусонный путь не несет так прямо и легко я ленился я сопротивлялся потому что преподавали как бы словисты которые как бы с точки зрения вам не понять а вот федор михайлович достоевский а вот лев николаевич толстой а вот а вот вам пока морфология а вот вам пока подержи а вот забрите и было все как-то так противно шоу заметил однажды что все профессии это заговоры против непосвященных и вот примерно так было с преподаванием русского языка я хотел бросить если честно но у меня была такая одна замечательная виктория геннеков дай бог есть здоровье она еще родственница кажется бывшего корреспондента нью-йорк-таймс сергея шмемана суть в том что она сказал ну не бросайте вам русский язык действительно понадобится вам понравится гнение пока ничего не нравится а что вам нравится игры вообще-то я конечно люблю театр люблю литературу люблю поэзию я вообще-то конечно люблю чехова люблю поэзии как же без русского языка но вам конечно рано для этого ну вот я вам даю и дала мне я вас любил любовь еще быть может искать ну пробить просто выучить наизусть как обезьяна что я и сделал я понял нет я не брошу русский язык я начал просто общаться с русскими людьми просто смотреть фильмы читать сам по себе и потом у меня была стажировка в питере и это было конечно тогда уже как говорится прямо по-английски это называется immersion прям просто углубление погружение погружение в язык в культуру в страну общение и это дало вот плоды чтобы не не все время думать стесняться это все плод встреч регана с горбачёвым женеве а потом реки авики то есть нет не совсем пока еще не до чего договорились договорились что нужно договориться что нужно хотя бы побеседовать не только топот ногами сказать вот вот мы вас уничтожим и и значит была договоренность а об обмене о стажировке как из советских студентов в америке так и стажировки американских у выпускников или там студентов ведущих вузов в мгу в лгоу в институте мины пушкина и так далее меня определили в питер в лгу мне кажется что мне повезло потому что тех которые определяли в москву они были там под большим надзором нежели чем мы но все равно когда нас отправили сначала отправили какой-то специальный лагерь финляндии на на целую неделю там так прям просто пугали что за вами будет слежка вот каждый ваш шаг что нигде делаете ничего там не говорит вас вот прям не говорите о политике не говорите о том не говорите о том не подавайте это не встречайте с такими мы на поезде приехали и выборг граница но и действительно был шмон не несем ли мы запрещенную литературу у кого-то изъяли кажется мастере маргарита туле набокова ничего такого не было но вот что такое кит у кого-то были неприятности но при этом я смотрю на перо и там написано восприщи восприщается курить стоит пограничник курит прямо у таблички я понял да нет не все так просто не все так однозначно первая минута в советском союзе такая вот а конечно но вот по прибытии в петербурге вот этот чудесный сентябр этот потрясающий закат петербургский я просто бродил бродил по городу и помню и добрел я то площади искусств я там пушкин так и а в то время оказывается это было место встречи три диссидентов только каких-то там лиц нетрадиционных ориентаций там полиция дежурила и ловила их я как откуда знаю я только приехал первый день в питере ну и подошел к этой статье подходит ко мне мент что ж вы товарищ бесцельно шатайтесь прям как папушкин поэт идет открытый вежды но не видит никого между тем край одежды проходит проходит дергает его расскажи зачем бесцельный броди что вот что ж вы товарищи шатаетесь бесцельно шатаетесь чуть ли не программная фраза потом для меня потому что вот в этом бесцельном шатании открытость жизнь сама к тебе приходит мне кажется кто ходит так вот как как лошадь вот с этими там дом только по программе пропускает самое главное еще инцидент очень смешной что-то там у магазина я стою подходит мне очень приятный человек очевидно художник потому что у него кисти какие-то тетради он рисует видно и подходит ко мне и говорит третьим будешь а я не знал что это такое а ну не знаю я говорю есть рубль ну рубль в то время ну что такое рубль для меня ничего не было то есть там я говорю ну хорошо я подумал ну просто попрощайничает а я обычно даю ну мало ли мы все когда-то были странниками в Египте после я даю ему рубль он говорит спасибо брат пошли куда пошли а доброе вообще такое чутеное душе ну что я дальше помню где-то следующее утро просыпаюсь я на чердаке с новым другом Олегом из Краснодара как его когда кстати что дальше было с его судьбой вдруг он услышит пусть найдет меня очень приятный очень умный тип я вернулся закончил юридический факультет специальную программу это обменная программа по российскому законодательству по советскому законодательству со специальностью у меня специальность была авторские права и отправили нас тоже на какую-то стажировку тоже в Питер и меня попросили тогда же ведь очень плохо работала почта и очень боялись попросили передать вот так поедешь передай пожалуйста конверт я поехал по адресу передаю конверт я сижу пью чай как всегда принимают с теплом сидишь вот эти такие вот сушки ешь чаек с лимоном пьешь на кухне обсужаешь то и сё вдруг телефонный звонок девчонка подходит к телефону и говорит мам а специалист из Гарварда приехал какой я специалист еле начал свою карьеру ну подумал ну Гарвард наверное ну может они меня имеют в виду я никакой не специалист я даже не знаю как они знают что я к вам но ну вот я здесь хорошо вас к телефону я иду говорит мы для вас все устроили завтра мы поедем в Пушкин вы увидите лицей вы увидите в музей а потом мы поедем на мойку 12 я вам все покажу а вы приезжайте на такой-то такой-то адрес я вас жду оказалось это была потрясающая женщина Надежда Семеновна Брагинская из музея мойки 12 она конечно ждала профессора Юрия Стритера факультет русского языка в Гарварде который должен был приехать так и не приехал приехал я никакой не специалист но вот это такая началась дружба причем она так она сначала ей просто было плохо то есть я пришел я по-американски так ноги крестил потом мы куда-то прибыли я сел сразу на полу знаете был в рваных джинсах лохмот ну знаете как в Америке не очень это же не Рим это же не так как вот что с иголочки мы увы есть такая традиция бесшабасная что и в Америке не обрешают особенно юные люди на свою внешность как следует внимание ну это со мной точно было ногти были грязные она была в ужасе представьте Арина Родионовна только с кандидат наук уже ученица Лихачева надежда Семеновна Брягинская для меня это было и Гарвард и колумбийские и ЛГУ и Оксфорд и Кембридж место взятых потому что все что она мне преподнесла с такой невероятной глубиной она с материнской любовью у Пушкина есть такая строка пишет кажется Жуковскому назовите меня хоть с баумшным хоть опасным но только не неблагодарным вот я прям просто большими заглавными буквами я конечно безумно благодарен Надежде Семеновне Брягинской за ее подвиг за то как она носилась со мной многие годы прям многие годы и потом ее знакомство выросли в мои знакомства но надо сказать поскольку она была как мамой то не без конфликтов то есть когда уже было двухсотлетие Пушкина и начали тут праздновать и даже хотели там праздновать а переводы академичные набоковские такие подстрочники ну что такое подстрочник даже если дословный подстрочник Пушкина да не то если мне не верят могу цитировать самого Пушкина который комментирует на перевод Шаттубриана никто иной это Шаттубриан перевел Мильтона Пушкин но боюсь надеюсь что правильно цитирую он говорит дословный перевод никогда не может быть верен когда что поэзия это сила звучания именно звучание есть значение тогда я сказал себе но если никто другой не делает как надо ясно сделаю и надеюсь так на кого ты руку поднимаешь запрещаю ты чего молокосос подожди и я тогда стал тайно это делать тайно не рассказывая ей просто спрашивая ей иногда о том стихотворении о том стихотворении а что тут происходит а что значит вот это потому что там столько с одной стороны и там все как бы прозрачно но с другой стороны столько тайных и замыслов и умыслов и значений оттенков и всего мне нужно было узнать и чувствовать потому что в хорошем переводе нужно передать мурашки а не только значения а не только вот дословные иначе это бред да потому что вообще поэзия это искусство очень странное такое искусство передать словами то что словами так или иначе не передаешь ведь о любви словах не говорят о любви вздыхают лишь у краткой да глаза как яхонты горят пишет Есенин так вот он это словами пишет я тут может быть поспорю немножко с Некрасовым потому что он сказал поэтом можешь ты не быть а гражданином быть обязан но если ты на самом деле поэт гражданство может пеняться по ходу пьесы в связи с обстоятельствами в жизни а поэтом быть обязан потому что звуки чувства строчки странные ощущения приходят к тебе в голову и ты ходишь так или иначе с этими строками они у тебя в душе и если ты это отпихиваешь то тогда очень плохо у Пушкина такие прекрасные такое замечательное стихотворение пока не требует поэта к священной жертвы Аполлон в тревогах суетного света он малодушно прогружен молчит его святая лира душа вкушает хладный сон и меж детей ничтожных мира быть может всех ничтожнее он понятно без поэзии поэт всех ничтожнее а этот стих конечно не звучат с точки зрения жалости нет это звучат потому что но лишь божественный глагол до слуха чутково коснется душа поэта стрепенется как пробудившийся орел тоскует он в забавах мира людской чуждается молвы к ногам народного кумира не клонит гордой головы бежит он дикий и суровый из звуков и смятения полн на берега пустынных волн широкошумные дубровы чувствуется силу гордость поэт и царь и безумец он должен чувствовать куда его направляет на священную жертву да он жертвенник может быть в судебном допросе Бродского за тунец судят такого величавшего поэта примерно так было а кто уполномочил вас а вы вступили в союз писателей а кто вам дал разрешение писать стихи он говорит никто откуда тогда это он говорит по-моему от бога поэтому это одно дело профессия хлеб а другое дело призвание если если дети проходят литературу они ненавидят я помню по себе я ненавидел шекспира какой-то странный какой-то странный почти средневековый язык это язык возрождения много непонятных слов а еще их должен кто-то декламировать как будто каждое слово выковыруется там из мрамора let me not to the the impediment so no love is not love вот такая помпезность которая ничего не значит вообще стихи вот вообще сто шестнадцатый сонет допустим это же о любви о том что любовь над буреподнятый маяк у меня теория мы ничего не знаем по сути о Шекспире о настоящем Шекспире там такая стилистика чуть ли не юридическая аргументации не так не так не так но так ибо так так и так очень четкое логическое мышление как в сонетах так и в аргументации очень многих шекспировских персонажей не даром место премьер очень многих шекспировских пьес не глобус а огромные такие столы юридических факультетов in the court в лондоне которые очень серьезно покровительствовали эти постановки есть памятник пушкину время есть памятник пушкину в париже в мадриде я даже речь произнес когда открыли открылся памятник пушкину в вашингтоне памятник пушкину есть под нью-йорком прекрасный один из моих любимых рядом с он стоит в лесу у черта и на рога прям недалеко ехать в лесу он рядом с Уолтом Уитманом американским национальным поэтом и там березовая рощица и рядом озеро и природа и ничего рядом ничего тушканчики олени может иметь в виде прям просто так это чудо я очень люблю на площади искусств в Петербурге потому что там он вот такой свободный рука вот так вот он видно раскрепощенный а в Москве на фоне в котором снимается семейство он немножко такой удрученный да свой свой жестокий век пославил я свободу и милость к павшим призывал это та сторона Пушкина которая действительно обязательно нужно помнить но мне бы хотелось чтобы был памятник где вспоминаем что есть упоение в пою вот этот памятник где да здравствует солнце да скроется тьма где было бы что-то такое физическое я обожаю картину Айвазовского где Пушкину море я хочу чтобы это тоже было такой Пушкин счастливый Пушкин вот а феорически Пушкин как у у японцев у дзен буддистов концепция кайзен дзен это не минутное осенение это это процесс процесс вечный процесс работой над собой практика 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 не дня без строчки не знаю в который раз я сейчас перевожу онегин и сколько всего открываю для себя как будто впервые открываю так что век живи век учись умрешь дураком пусть это не звучит высокомерно но мне гораздо важнее мнение одного или двух таких вот реально преданных литературе друзей людей пусть резкая критика чем мало ли что там пишут в каких-то газетах но там просто меня это мало интересует есть уитвана такое стихорение вот существует жизнь и личность все идет наша пьеса великая и ты можешь внести свой стих я надеюсь что я тоже внесу свой стих даже да на русском языке почему бы нет яснобоков писал по-английски почему я не могу писать пишу по-русски вот так мнение критики я советую всем не обращаться не обращаться потому что она может быть и лестная или она может быть резкая но главное вот что в душе реально но в душе а вот когда ты душу вложил в любимое дело то рано или поздно душа скажет тебе да сейчас готов а пока не скажет не важно что скажет критикам и музыканты поэты они должны открыться звуком открыться вот в основе поэзии это такая будет опустошение тишина пусти в себя если я говорю вам пока не повернитесь и не будете как дети вам не войти в царство небесное что касается успеха перевода я ее чувствую когда я читаю и грубо говоря говорю себе вот айда джулин вот когда я чувствую вот это звучит еще я почувствовал когда мне писал юпонец который читал то есть на английском он же не читает по-русски сказал пушкин сам дзен мастер и это так и тогда я понял ага он понял значит это то еще когда начали исполнять мои романсы на английском языке на стихах вот это тогда я почувствовал вот все пошло в народ но еще конечно и была постановка маленьких трагедий на бродвее и пьеса только начинается я еще очень полон очень многих проектов вот я создал фонд пушкин всему миру название мне кажется отвечает на вопрос для чего и зачем мы всегда обычно делали концерты в музеях в москве вот на арбате в дом музея пушкина в петербурге мы делали в день рождения пушкина на мойке 12 в калининграде в соборе в владивостоке мы делали такая идея будет как бы перекрестить россию пушкиным и владивостоке в пушкинском театре замечательном театре где выступал и маяковский есенин и многие другие там потрясающий владивосток кстати совершенно чудесный город я его очень люблю скучаю он уникальный такой русский сан-франциско но в 2020 в этом страшном году пандемии какие концерты мы могли только устроить вот такое общение виртуальное и тогда я решил давайте мы превратим зло в добро и мы устроили такой марафон начиная в японии в владивостоке в австралии и кончая прямо ну через всю россию весь бывший советский союз через европу италию францию германию австрию швейцарию англию ирландию бразилию аргентину нью-йорк монреаль оттава чикаго сиэтл и заканчиваем и кажется ван кориджа то есть вообще просто переплыли по всем временным поясам весь земной шар и вдруг боже мой там было восемьдесят тысяч зрителей то есть с одной стороны странно потому что я никого не вижу я не получаю контакт я не получаю это очень-очень очень тяжело общаться столько с экраном но с другой гостиной боже дарь салям слушает в Танзании слушают в Мадагаскаре слушают в Нигерии слушают в Исландии слушают одновременно это фантастика очень трогательный был момент из Иерусалима еврейская девчонка сыграла царевна лебедь ее ровесник с друг с других сторон баррикад с другой стороны стены в палитинской территории читает князь Гавидон у них такая любовь и через через виртуально и через марафон прямо чувствовали что Пушкин миротворец может быть их родители друг друга стреляют или по крайней мере чураются боятся друг друга а через Пушкина такая любовь пушкин для меня это целое состояние души это и любовь это свобода это грация это честь это дружба и это прелесть и мудрость русского языка и русской культуры русской души я считаю если ты полюбил Пушкина ты уже никак не можешь ненавидеть Россию и никак не можешь полностью отчаяться мало ли что там происходит как там ты что-то читаешь в газете политика всегда есть и была ужасной это везде во всех временах во всех странах я считаю что он как судья должен быть вне абсолютно вне политики и смотреть на действительность такой какой она есть а Пушкин несет радость красивые слова они как молитвы они как молитвы они прямо молитвы очищают душу помогают в исповеди помогают спать помогают жить помогают работать помогают любить и я хочу чтобы весь мир имел такой доступ к Пушкину как имеет мир к Шекспиру как имеет мир к Бетховену или Моцарту потому что он такой же универсальный гений и это будет абсолютно неправильно если он будет только принадлежать России и то скажут ну вот вам не понять это только для словистов да нет и я кстати ссылаюсь не на себя а ссылаюсь уже на Марину Цветаеву ее спросил Поль Валерий про якобы непереводимость Пушкина потому что это уже как притча во языцах что Пушкин мол непереводим а она ответила мне переводят Пушкин непереводим как же может быть непереводим уже переведенный с несказанного и несказанного на общий человеческий язык просто перевести такого поэта должен поэт ну вот я поэт и значит я должен это мое призвание это моя миссия что Субтитры сделал DimaTorzok So slightly nuzzles his keen ears The poet's soul stirs up in rears Like an awakened eagle cries He grieves at this world's pastimes idle He flees the rumor of the crowd Before the feet of all men's idle He does not bend his head so proud But stern, but wild away he roves But full of sounds, doubts, aches He raves by coasts where desolate crash the waves By rustling, spreading oak-leafed groves DimaTorzok 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 DimaTorzok